По игре вы сами все видели. У меня такое ощущение, что мы вернулись с 90-х годов. Я такого беспредела, честно говоря, не видел. Я не ожидал, что на международном уровне так можно судить. Что касается самой игры, то мы 65 минут контролировали игру, создавали моменты. К сожалению, в первом тайме не усмотрели себя сравнять счет. 100% момент Миканович не забил, попал в штангу. То же самое продолжали давление с позиции сил играть во втором тайме. Опять же, две штанги попали, 100% пенальти судья не дал. Ну а так, ребята молодцы, старались, выполнили полностью задачу. Хорошо выглядели физически, полностью переиграли и выглядели физически лучше хорватов. Единственное, конечно, не хватило испольницкого мастерства в такой тяжелой напряженной игре. Все-таки усталость дает о себе знать, пришлось быстренько все корректировать. Усилили мы атаку своими заменами, выпустили Мокина. Поменяли опорного полузащитника, потому что попросил Шевченко тоже, чтобы уже усталость накопилась, чтобы свежая середина была. Подняли чуть выше бахно в опорную зону и на место бахно поставили в оборону Акатова. Сейчас самое главное успокоить ребят, спокойно восстанавливаться и уже там уже как артолят. Ребята понимают, что нужно выигрывать. Ну, с крупным счетом я не знаю, как это получится, но просто нужно выигрывать. А как она будет сложиться, игра, потому что Армения тоже непростой соперник. Два тайма ребята тоже выходят, бьются все время. Есть свои лидеры в команде. Поэтому будем все силы давать для того, чтобы победить.